Когда боец понимает, что у противника, как у чекушки, попавшей в руки алкаша, нет никаких шансов, он может позволить себе опустить руки и испытать судьбу. Но судьба бывает очень изменчива. Привет, лютые ромашки! С вами Федорович, а сегодня мы посмотрим на героев или камикадзе, это вы решите для себя сами, которые опускали руки и провоцировали противника. А пока бойцы стелят салону, на которую упасть, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Начнем мы с Рикардо Майорги, очень скандального боксера, который был чемпионом в двух весовых категориях, но прославился он другим. Этот монстр каждый день выкуривал по пачке сигарет, а перед своим боем мог всю ночь бухать в баре. Мне даже тяжело представить, каким бы тигром среди тюлений он стал, если бы не все его чудачества. На этот бой Рикардо вышел именно после ночного загула, и я так понимаю, что из него просто еще не вышел весь спирт. Поэтому, ощущая свою вселенскую мощь, ну как все бойцы рюмочных, он целенаправленно дал себя ударить пару раз, и причем очень жестко. А это очень знаменитое видео, в котором боец ММА после пропущенной серии ударов решил, что его оппонент выдал все, что мог. Но как жаба допускает фатальную ошибку, принимая ноги Аиста за камыш, так и наш воин наступил на те же грабли. Ведь когда человек трудолюбив, то и земля трудится, а когда боец усердно тренируется, то и удар убийственный. Так и у нас. Одно четкое попадание в бороду, и секунданты после минутной эйфории в часовом шоке. Когда название неудачно, тогда и стих кривой, а когда боец уверен в себе, то и его удар не мажет. В этом аматорском поединке по боксу среди тяжей, боец в красной форме ощутил свое явное превосходство и после пропущенного удара решил спровоцировать противника еще на парочку. И тот с удовольствием их нанес. Конечно, боец в красном их ощутил, но вида не подал. И потом показал, как нужно бить, по итогу выиграв этот бой. Марк Хант известен как боец с непробиваемой челюстью и сокрушительным ударом. Он как смерч среди соломенных домиков сметал своих малоизвестных оппонентов. Но рано или поздно на пути любого смерча встречается бункер. В этом бою с Эфу оба бойца устроили поединок, как в битве по щечин. Ты мне, я тебе. И опустив руки, попринимали друг от друга очень жесткие плюшки. К сожалению для Ханта тот бой он проиграл решением судей. Когда тебе стукнуло 90 лет, не смейся над тем, у кого ревматизм. Но это не относится к легенде женского бокса Кристи Маркин. Она могла себе позволить в ринге очень многое по отношению к соперницам. В бою с Сент-Джон она как ворона, смеющаяся над пробегающим кабаном, опустила руки, просто давая себя избивать, проявив полное игнорирование и абсолютное неуважение к ударам соперницы. Сент-Джон даже устала ее бить, а потом обняла, сказав, наверное, что-то типа «Защищайся и перестань меня позорить». Как волк в овечьей шкуре, Шеннон Холл настоящий мужик-терминатор в сексуальном женском теле. Эта феноменальная боксерша еще и бодибилдер с серьезными достижениями, а кроме того, участник гладиаторских шоу и боев в рестлинге, которая даже успела сняться в нескольких фильмах. А в этом реальном боксерском бою она показала всем, что не просто картинка, а настоящий боец. Подняв руки, она дала сопернице пробить жесткие удары по корпусу, но абсолютно их не почувствовала. Кстати, этот бой она выиграла нокаутом в третьем раунде. Поединок между Фраем и Такаямой, как вечно завораживающий свои глубиной огонь в пустыне в звездную ночь, вошел во все учебники по боям, как пособие для отмороженных бойцов. Просто посмотрите на это начало. Я даже не представляю, какую нужно иметь голову, или не иметь ее вообще, чтобы просто стоять и обмениваться жесточайшими ударами, даже не думая о защите. Через пару минут темп боя немного спал, но количество пропущенных ударов все равно оставалось невероятным. После почти семи минут жесточайшей зарубы Фрай все-таки добил Такаям. Войска кормят тысячу дней, а используют один час. Так и железную башку тренируют 10 лет, чтобы выдержать один удар. Елонг, монах Шаолиня номер один, правда только из его слов, но я уже делал на него обзор, и мы-то знаем, что он не имеет к Шаолиню никакого отношения, решил поразить всех в своем поединке, продемонстрировав, что тренировка по технике железной башки не проходит даром. Как носорог, не понимающий, что он валит деревья в погоне за зайцем, Елонг просто опустил руки и дал себя избивать. Несмотря на то, что он грамотно опускал голову, подставляя под удары лоб, все равно несколько жестких ударов прилетело в бороду. Но монах даже не пошатнулся. Для противника такие моменты, как для жердяя завязать шнурки, вводят в печаль и полностью опускают моральный дух. Но, несмотря на такой подвиг, тот бой Елонг проиграл. Дважды в одну и ту же реку не войдешь, но показать одну и ту же стойкость в ринге можно. Мы снова посмотрим на Майоргу. Да, того самого курящебухающего неповедимого боксера, секрет которого хотят узнать все. Правда, в этом бою он сошелся с не менее легендарным мозгом. После очередного загула или дозы, я даже не знаю, Майорга снова почувствовал свое бессмертие и опустил руки, не испугавшись даже такого серьезного бойца и его нокаутирующих ударов. Но рано или поздно даже прекрасный персик может сгнить, а печень, у любящих залить в себя зеленого змея, все-таки тоже сдает. Майорга выдержал все в голову, но вот удар по печени пережить не смог, после чего и проиграл. Прекрасному цветку груши не дано понять всей мудрости перегноя у ее корней, так и нам не дано понять действий великих бойцов. Легенда ММА Андерсон Сильва не раз в своих боях опускал руки и уходил от ударов. Реакция и защита у него на уровне, хотя и не всегда удачно. Но в этом бою против Диаза он сделал что-то не совсем понятное. Схватив Диаза одной рукой за голову, он просто стоял и держал ее. Сам, не делая никаких ударов и толком не защищаясь, а просто принимая на себя ответные удары психа. А сколько ударов смогли бы выдержать вы? Конечно, после пол-литры беленькой, которая обезболивает и дает сверхсилу. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблочить. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Лучшие приемы, техника ударовая, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok